все категорически изменилось с последнего раза когда я тут был в этом лесу вот травинки смотрите какие это будет главный хит канала да обзор травинок я почему-то уверен что это иван-чай иван-чай просто мелкий вот вот эта хрень это иван-чай пусть он растет как иван-чай и вообще похоже на иван-чай только синий да вот это краситель верхний не задался еще а со временем она скорее всего будет полностью как иван-чай вот не знаю вроде достаточно ярко можно прям заходить чуть-чуть раскопаны лёвен браун вот кто-то бухает лёвен браун и тут уже прям кислица выросла огромную такая просто чернобыльская какая-то я такой не видел никогда даже проводить и не буду но уверена на вкусные также в этом лесу много папоротников как всегда вот смотрите у нас такой не растет особо а тут полно вот прям болото какое-то такое конкретнейшее болото вот клен клен тут не захватывает ничего она нормально а то у нас то в нашем регионе захватывает все в одном клене да и на даче тоже на это все в одном клене и ни фига нету вода ничего больше да что то опять попутник он мелкий винти по центру по центру кадра вот только он какой-то другой ну ладно чем вот ищем грибы тут можно найти дофига мусора а грибов не найти банд какие-то всем настолько попик что никто даже не собирает ничего вот чем можно сказать никто ничего особо даже не собирает может паутиной рожи залезть паутину и на том и закончится наша история вот ну и зарез конечно да нет никогда и не был в этой самой в дебрях вот смотрите вон там однако слиться в общем-то вот он там вот это все что внизу это кислится сейчас мы обойдем покажем вот будете обзор травинок смотреть то есть на нашем канале на моем на моем на канале будьте обзор травинок смотреть это будет самый хитовый шоу у гарика обзора городов у кого-то обзора еще чего-то а у меня на канале на моем youtube канале как вазариум до влог влог тоже как гарик переименовался будут одни обзоры травинок но если закончится весна и лето до закончится чем еще придумаю баллон сухарями кто-то грыз и закусывал сам дешево колбасой 30 рублей какой-то царицынский да то есть для любителей вот тут кто-то опять спел опять бочку вот это все бочка 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 в разные времена бочка одна лежит синяя бочка их золотая еще до синие золотая и зеленая бочка тут кто-то приходит то есть да и пьет бочку и вы весь лес одной и той же бочкой вот видите бочка 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 весь лес одной и той же бочкой засрал в одиночку то есть один человек видите застирает весь лес вот на этом пятачке тут бутылок 50 лежит этой бочки вот видите и все одно и то же бочка бочка и вот там бочка то есть он несколько лет покупал просто бочку и сюда относил нам когда магазин работал вот опять . 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 записывать на ОБС. Это вам не озона записывать. Да, опять папоротники. Видите, что творится-то. Так, я какой-то вылез. Туда, сюда, туда. Ладно, не забудемся, может быть. Ну, тут все то же самое, в том же духе идет. Вокруг вот этот вот иван-чай, да, или еще какая хрень. Не забыл, как она называется. Не иван-чай, есть такие разноцветные цветы, да. Забыл, как они называются. А есть иван-чай, что это такое, я не понимаю пока еще. Но для иван-чая вроде рано. А для этих цветов тоже фиг его знает на самом деле. Так, что тут банки. Банки, завернутые в фольгу. Крышки из банок. И каждая крышка завернута в фольгу. И крышек что есть? Это какая-то наркомания. И тут какой-то флакон из-под лекарства какой-то лежит. Уже не прочитать. Из-под маргане-маргане все. Кислица растет опять. Видите, кислица это хрень. Как наклонировано, как в облевионе просто. И папоротник тут же рядом опять. Все однообразно тут, в общем. все тут в одном и том же стиле. Ладно, продолжаем прорываться в дороге. Через трухлявые пни и прочее, да? А что вот это за такие штуки, я не понимаю. Может вот эти какие-то желтые цветы, трехцветные цветки, но нет, но нет, а не, как его сказать-то, но не иванчай при этом. Вот. Так, дальше, 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 дальше. Так, но я не заблудился, вон там дорога. Вот если она сфокусируется, видите, там синенькое такое. По центру прям синенькое такое. Это там открытое пространство, там или дорога, или просик, или и то, и другое, и третье. Вот. Что тут такое? Восточка. Написано, восточка, закрыто. Закрытый ящик. Что-то тут сделано. И в нем ничего нет. Но при этом вот все накопано тут. Ящик, ничего в нем нету. А от ящика все накопано. При этом ящик так закрыт, чтобы как бы ничего не было видно прям. В пакете, то есть от дождя закрыт. Странно. Кто-то, наверное, какое-то зверье разводил. А вопрос только кто и какое именно зверье он решил разводить. Поваленный орех. перерезаем. Так, я ухожу, похоже, к дороге. Да. Или нет. Я прям нифига не вижу. Ну, комары меня прям жутко тут. Тут комарам пофигу. Тут какой. Что, сейчас день идет уже? Что же? не этот. Не этот, да? не вечер и не утро. А вот они вот эти улитки, да? Вот эти мелкие, что были? Как я рассказывал, вот еще меньше. Вот, раковина от них есть хотя бы. Тут вообще кисличная поляна, смотрите. И так намного, 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 намного вперед она идет. Вот. Хорошо я сюда пошел, а то бы я ее не увидал. Никогда. В своей жизни эту кисличную поляну вообще я бы не увидал никогда. Может, порегустируем одну-то? А давайте продегустируем одну. Сожрем вот эту. Вот видите, какая кисличка. Ну-ка. А, ничего, вкусненькая кисличка-то. Ничего, вкусняшка. Смотрите, видите, что происходит вокруг. Что вокруг происходит. Но и камеры не сильно крутить, а то битрейт превысишь и офигеет камера тогда. У этого телефона, а какой экшн-камера, то же самое битрейт. Всегда 13 мегабит. И потом ты редактором должен разбираться с этим битрейтом, перекодировать его в ютубовский стандартный. Так. Кто-то тут был с шашлычками. Но он не шашлыки жарил, он просто доски. Шашлыки он жарить не стал. Он просто в мангале водноразум устраивал костер, наверное, был зимой. Зачем это надо было, не совсем понятно. Вот. Так. Ой, чуть не спотнулся конец уже. Под конец к выходу к дороге я чуть не спотнулся. Вот это болотки, это ямы. Чёрт знает что. Деревок поваленные. Вот. И вот я вышел на дорогу. И тут тоже самое папоротник, опять клён. И вот эта вот хрень, да, которую мы уже наблюдали. И вот эта вот дачная вот штуковина, которая везде растет теперь. Которая даже крапиву вытянет. Вот. Там, там просека, да? Ну сейчас я включусь там, на ней тогда. Комары прокусали мне всё, надо почесать руки хотя бы. Я не знаю, что вообще часть тел, которых они покусали мне. И тут опять золотая бочка. Тут любители бочки или один любитель бочки тут постоянно ходит и всё замусоривает. Но то, что на той поляне один любитель бочки всё замусорил, я не сомневаюсь. Вы не поверите, но первый найденный в этом году гриб. Это, конечно, какая-то поганка, да? Но это первый найденный в этом году гриб. Вот. Не без всяких шуток. Вот. И тут вот расцветают уже ландыши. Начинают свисти. Ландыши, да? Вот они. Их тут дофига. Этих ландышей. Вот. Тут вот что-то копал, наверное, собак какая-то. Что-то закапывал, раскапывал. Опять не люблю. Ни собак, ни их раскопки. Вот чермет. Чермет, да. Тут пока пикничков не было. Это всё от прошлогодних осталось наверняка. Да, это от прошлогодних пикничков. Тут ещё ничего не было и быть пока не могло. Я вот так думаю. Потому что мусора нету в большом объёме. Как обычно бывает, когда пикнички. Всё относительно чисто, да? Вот. И это, наверное, разрастается конский щавель. Вот, смотрите. Видите? Он потом вот так вот раз и в семена пойдёт. Конский щавель. Вот. Вот. Что тут ещё есть? Тут грустно. Тут вот орех, который не растёт. Вот этот, да? А между ёлочек... Ну, тут грустно. Тут орех, который не растёт. Между ёлочек. Да, там в записи взорвалась опять. Нажал что-то не то. Вот. Такие вот дела. Так, посмотрим сюда, что тут произошло. Тут есть металлоломщики, да? То есть, они разбирали трансформатор. Смотрите. Трансформатор разбирали какой-то медный. А алюминиевых и не бывает, да? И разбирали кран на латунь вот ручки. Видите? От горячей и от холодной воды. Вот. Так что черметный промысел, то есть цветметный идёт у населения, в общем-то. Такие вот пироги с картошкой, как сказал бы гобзавр. Вот. Так. Кусок провода лежит. Вон там синенький. Так. Так-так-так. Мешочек, мешочек, мешочек. Мешочек, мешочек с бутылочками. Со стеклянными. И тут опять кто-то разбирал трансформатор. Опять. Видите? Такие жадные. Мелкий трансформатор какой-то, который вообще не возьмёшь. А его кто-то разбирал. Вообще мелочь пузатую. Там, наверное, может в мешочке что-то есть, не буду там смотреть. Всё равно я ничем не буду заниматься из такой классификации. Вот. Железка тут закинута. Это припрятанная так. Вот эти металломщики они так кидают. А потом весной забирают. Не весной как-то, как чермет у них будет на сдачу. Как им будет грустно, когда и латунь не будет, или меди. Они тогда начинают черметом заниматься, подбирают, что они кинули. Они помнят годами это, где они кинули это всё. Подбирают и забирают. Вот. Вот такие вот пироги с картошкой. Вот. Ладно, тащим-то. Нас отвлекли там, я что-то там отвернулся, повернулся. Возвращаемся на просеку и включение уже оттуда ещё раз. Ага, сейчас ты до дороги дойдёшь. Находочка. Фотоаппарат. Был Олимпус. Вот он какой, видите. Вот. Вот. Но он половины нету нифига. Может он разбился тут. Может просто кто-то что-то тащил его и не дотащил. Но я тут не вижу второй части аппарата. Вот. Или даже видеорегистратора не вижу второй части. Вот. Такие вот пироги с картошкой делаю. С юмором, с пирогами, с картошкой, да? Мне не говорить такое чушь, да? Мне не габзарничать. Ладно, не будем габзарничать. Пошли прямо сразу. Потом этот круг лишний дали. А мне самому интересно просто на записи потом грянуть. Как оно будет. Ещё, конечно, ветер там всё помехами зайдёт. Вот. Но мне интересно, как сами вот эти вот… Как оно снова настроиться на электропитание вот эти вот вышки. пироги. Потому что там на старом телефоне было всё мыльное. В этом месте. Ну-ка. Не, вроде хорошо это пишет. Вон дальние. Ну дальние опять не видно, разрешения не хватает. А передние вот прикольно. Прикольно достаточно. Вот. Был тут сто раз, да? Записывал тут сто раз. Я буду тут, думаю, и двести раз. И запишу тут ещё двести видео. Всё. Блин, против ветра меня напрягает, что микрофон задует просто. И всё. Вот. Видите, чё? Видите, чё? Тут чёрное что, растёт, но тут стараются выкашивать всё-таки. Тут линия электропередач, тут не должно ничего быть. Мешающегося самим линиям электропередач. Тут мешаются только эти, да? Школьники на таких водоциклах, которые тут всё разъезжают. Тут никто, в общем-то, не ездит, да? Вот до ручья, до того, который в прошлом году попадал на видео. Никто не ездит. Только велосипедисты. Самые экстремалы, да? Которых не много. Тут невозможно проехать. Вот эти гадости. Неск километров. Это пешком легче пройти, чем проехать. И на этих самых колёс. Школьники гоняют мажоры. Вот по такой вот штуке, когда пастыхают, они гоняют. А так они бают, что они жопку. Себе в лужу заедут, жопку себе всю. Вводил, водой зальют. Всю себе жопку. Крутые. Залют водой. Вот кого-то сожжали, опять перья полетели. Не знаю, может какой-то цветок к такому эффекту приводит. Не, ну глубина вот этих луж, она потрясающая. Вот видите, старая колея. Тут болото просто организовалось. Так, ну уже ветер начинается. Конкретный такой. Тут растут только одуванчики, да? Я иванчая не вижу, тут растет малина по краям. Тут растет малина по краям и нифига больше. Иванчая тут не вижу, тут он должен быть тоже. Вот, но это просто лысельки другого цвета. У меня на даче высажены лысельки, но они не такие. А вот. Вот лысельки в яме, в помойной лысельке. Лысельки на поле лысельковом. Так. Пойдем-ка мы сюда. Против ветра будем идти. Надеюсь, она будет нормально записываться. Нельзя ни во что быть уверенно. Так. Так. Это кто? Это кто? Ты кто? А я знаю, ты кто. Это цветет земляника. Вот вырастет, будет офигенная ягода тут. Не забыть, надо забрать ягоды прийти в это местечко. Вот это растущая, цветущая земляника. Вот она. Где она? Вот. Где? Я показываю сам мир, куда я показываю. Прикалывает меня. Вон она, ее полно тут. Блин, против света. А вот дуб вообще прикольный. Листи такие зеленые вообще. А от других отличаются. Другие листья они не такие. В других деревьях даже на орехи. На орехи не такие. Ну тут народ из жатецкого гуся, но это не алкаши пьют, Жатецкий гусь это не алкаши пьют. Две бутылочки. Нет, даже для меня мало. Фокс. Фокс эндокс. Это элитно. Это элитно. Это распальцованная, это не шутка. Я не шучу, это элитно фокс эндокс. Я такого пива не видел даже. Да, рублей сто пятьдесят стоит. Так, дальше пробираемся по лесу. Надоело пробираться, но тут еще более болотные. То есть местность. Тут вообще асока растет практически. Не знаю асока, а не асока это. Вообще хрената растет. Вот. Так, и дальше я пробраться не смогу. Да, все завалено. Это тупик. Это тупик. Все. Возвращаюсь обратно. Надоело по лесу гулять, вот. Хотя прикольно, конечно, но надоело по лесу гулять. Возвращаюсь я на дачу. Это ролик уже и так 30 минут будет. Для настоящих фанатика будет ролик. Не знаю, моего творчества нет. Просто для настоящих фанатиков местного леса. Рассо. И вот. И вот. Есть шанс, что вот эта хуэта это и есть иван-чай. Вот это вот. Хер хиро-товина, да. Но он какой-то слабый, но его тут дофига. Я не помню какие у него листья И отсюда все проблемы Но его тут полно Такого вот растения тут полно И скорее всего Это оно и есть Видите какой потом А потом он разрастается И такой будет Вот Ну